Согласно действующему законодательству, все общеобразовательные школы должны быть готовы принять в свои стены на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Одна из самых оборудованных для этих целей школа в Раменском районе – 12-я Клишевская. Она была открыта в 2004 году, но и на сегодняшний день отвечает современным требованиям. Последние три года в Московской области и в Раменском районе реализуется программа «Доступная среда» и Клишевская школа номер 12 участвовала в этой программе и получала оборудование по «Доступной среде». В основном, конечно, это оборудование для детей с нарушением оформ двигательного аппарата, потому что у нас в том году обучались трое таких детей. Правда, они были не колясочники, они самостоятельно ходили или ходили, передвигались с помощью детей, родителей, но такие дети были. Для людей, вынужденных передвигаться на инвалидной коляске, при входе в школу оборудован пандус с небольшим градусом наклона. Внутри помещения есть специальное шагающее устройство, помогающее поднять или опустить коляску по ступеням, а также переносной пандус с удобной шершавой поверхностью. Для того, чтобы вызвать помощника, ребёнку достаточно лишь потянуть за верёвочку. Некоторым детям с ограниченными физическими возможностями тяжело сидеть за обычной партой. В классе есть специальный стол, у которого регулируется высота и уровень наклона столешницы. За ним удобно заниматься, даже находясь в инвалидной коляске. Оборудовано в школе два кабинета, корректирующих внимание, мышление и концентрацию детей. Один предназначен для групповых занятий, другой – для индивидуальных. Здесь у нас развивается слуховое восприятие, зрительное восприятие, координация движения. То есть группами работаем небольшими, по семь человек, для того, чтобы детям здесь находиться. В прошлом учебном году здесь обучалось строй детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в Клишевской школе будет учиться слабослышащий пятиклассник. В администрации у нас не было никаких сомнений, что все нужно сделать качественно, хорошо. Мы посмотрели, действительно все соответствует современным требованиям. И 1 сентября детям будут с ограниченными возможностями комфортно себя чувствовать. То есть по факту она уже готова к их принятию? Да, она уже готова к принятию. Вот мы сегодня смотрели 21-ю школу, да, там есть все, но там нет таких детей. То есть они там не учатся, но согласно действующим законодательствам мы все равно оборудуем все школы всем необходимым. О том, какие еще образовательные учреждения посетили депутаты, смотрите в следующих выпусках программы «Городские вести». «Городские вести»